Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации. В нем приняли участие главы регионов, эксперты в области противодействия эпидемиям, ведущие ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители научно-исследовательских центров. О ситуации по стране и поручениях главы государства подробнее расскажет Галина Григорян. Владимир Путин начал совещание с обращением к экспертам в области противодействия эпидемиям. Подчеркнул важность профессиональных оценок и рекомендаций и попросил и дальше находиться на постоянной связи. Один из главных вопросов – оснащение регионов коечными местами, готовность медицинской инфраструктуры. Глава государства отметил, за счет объявленного периода нерабочих дней карантинных мер и правил изоляции мы получили определенный запас по времени, сумели избить темпы распространения эпидемии и перенастроить систему здравоохранения. Максимально безопасные режимы, в том числе и работы отрасли, отдельных предприятий и организаций будут применяться и далее, подчеркнул Владимир Путин. Введенный из-за пандемии коронавируса нерабочие дни президент предложил продлить до 11 мая при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но обращаю ваше внимание, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах. Специалисты оценили ситуацию в регионах и перспективы на краткосрочный период. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, взрывной рост заболеваемости не допущен из-за применяемых мер. Однако, есть регионы, где нарушение режима самоизоляции привлекло к вспышке эпидемии, в их числе Северная Осетия. В нескольких субъектах Российской Федерации несоблюдение нарушения нарушения режима самоизоляции буквально чуть больше недели назад в Северной Осетии Алании отбросило эту республику со следующими показателями. Если в среднем темп прироста за неделю на предыдущих периодах был 17%, то вот за этот период, за эти дни он составляет уже 37%. Значимое ухудшение эпид-ситуации мы направили туда специализированную бригаду противочумного института, чтобы помочь разобраться. Что касается параметра выхода из режима ограничений, по словам Владимира Путина, он может начаться с 12 мая. При этом эти решения нельзя принимать в разных регионах под копирку. Это должно быть сделано в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза. В этой связи поручаю правительству Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза. В ближайшее время правительство должно разработать и новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан в связи с эпидемией коронавируса. Как отметил Владимир Путин, с эпидемией коронавируса мир столкнулся впервые. Благодаря работе ученых, врачей об этой опасной болезни стало известно гораздо больше, чем еще совсем недавно. Это значит, что есть возможность более четко строить прогнозы, стратегию и тактику действий. Минздраву поручено ввести непрерывный мониторинг обстановки и по стране, и в каждом субъекте Федерации. Постоянно актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически ежедневно. Галина Григорян, Казбек Хубаев, Новости Осетии.